Сая, ё-моё, да что происходит? Всем привет! Снова настала осень, скоро зима И снова умы автомобилистов будоражат вопрос с выбором зимней резины Причём к выбору зимней резины все относятся гораздо требовательнее, чем к выбору летней резины Потому что если дружить с головой, то летом можно как бы отъездить на лысый камень Или докатать старую зимнюю резину, ничего страшного не будет А вот зимой такой фокус может не прокатить Легко зарыться в сугробе, или же улететь в кувет Либо не успеть затормозить и кому-нибудь покорябать задний бампер То есть вариантов как разбить любимую ласточку гораздо больше Поэтому большинство автолюбителей предпочитает не шутить с выбором зимней резины И очень педантично к этому относятся Если ответить на вопрос ездить зимой на зимней резине или не ездить То есть продолжить на летней Найти ответ достаточно легко Если всё нормально с головой, то всё-таки ездить на зимней резине То ответить на вопросы, когда переобуваться Какую резину выбрать Шипы, липучку, дешёвую, дорогую Уже сложнее Вот об этом сейчас и поговорим А вот тут уж кто на что гораст Первые меняют резину Как только увидят в прогнозе погоды Минусы там хотя бы ночные чуть-чуть Вторые меняют резину Когда уже чётко лягет снег Чтобы не портить шипы Третьи просто ждут зарплату, когда деньги будут Чтобы хотя бы как-то переобуться Причём у всех них есть достаточно весомые доводы С которыми не поспоришь просто Сейчас мы их и посмотрим Сразу, пока не начали, я оговорюсь Сегодня, сейчас я не буду Приводить данные Тестов отдельных моделей марок шин Между собой Потому что, как бы Цель не в этом Цель посмотреть на всё разнообразие шин сверху Как бы, чтобы общая картина сформировалась Рассмотреть, чем липучки отличаются от шипов Действительно И у тех шин, и у этих есть свои приверженцы Кто-то любит липучки, кто-то любит шипы Причём И у тех, и у других есть свои плюсы О которых любители этих вариантов шин зимних Даже могут и не подозревать И поэтому они не могут раскрыть весь потенциал Своей любимой резины Вот сейчас посмотрите Может кто-то что-то не знал Или просто напомню Узнаете и будете лучше эксплуатировать Пользоваться своими любимыми шинами Сейчас я не хочу сказать Что все тесты, которые проводятся Автомобильными журналами По тесту зимних шин Они как-то перекуплены Перепроданы Но не в этом суть Суть в том, что при тестировании зимних шин на полигоне Испытываются их какие-то технические характеристики Причём характеристики именно новых шин Они обкатывают их чуть-чуть И катают давай по полигону Чтобы проверить там торможение, манёвры Прочую-прочую фигню Что будет с шинами потом, после тестов Когда вылетят шипы С какими проблемами столкнётся автолюбитель При эксплуатации этих шин У одних шин одни проблемы У других другие Про это никто там не говорит Я помню, было одно письмо В редакцию журнала «Зарулён» Где автолюбитель просил Разъяснить ему По результатам тестов Это было давно письмо По результатам тестов его покрышка Ну назовём её, чтобы ни на кого тень не кидать Мама 514 Что вроде как в тестах Она проявила себя очень-очень хорошо По соотношению цена-качество Она была одной из лучших Но когда он её купил Принёс балансировать Она очень плохо балансируется Достаточно много на ней дефектов Очень плохо шипы держатся Ну в общем такие Как бы проблемы Которые появляются В ходе эксплуатации покрышек Шин На что редакция ответила Ну извините Мы тестируем торможение Разгон Манёвры Мы вот эти ваши Не будем проверять Потому что это такая Очень тонкая проблема Что редакцию могут просто засудить Поэтому они даже не хотят Этого касаться Ну и бог с ними Я коснусь Но я коснусь Не конкретно Приложительно Какой-то отдельной модели шин А в общем К шинам Которые шипованные И которые Липучки Без шипов И всё-таки Расскажу про теоретические Плюсы и минусы Покрышек Шипованных И не шипованных Шип Он работает на льду Он для него создан И проявляется Это лучше всего При минус Одном Ну где-то около нуля Вот минус Такой небольшой Дальше Чем холоднее Тем Хуже условия Для шипа И он как бы Перестаёт работать А потом и начинает Проигрывать Липучкам Потому что у них резина Более мягкая И она дубеет Медленнее Ну вернее Как бы Когда уже задубела Зимняя резина Шипованная Липучки ещё достаточно Мягкие И неплохо Цепляются за покрытие И тут Самый главный Казус Как бы Вот сейчас Когда на улице Где-то около нуля Днём плюс пять Ночью минус пять Вот сейчас Самое лучшее время Для шипов С точки зрения Гололёда Но самое плохое Время для шипов С точки зрения Открытого асфальта То есть Они улетают На асфальте На ура Тупятся Вылетают Ну в общем Резина Достаточно быстро Портится Чисто эксплуатационно В такой период Более Мудро Ездить на липучке Потому что Липучка на асфальте Так сильно Не изнашивается Как шипы И липучка Как-то хоть Держит на Льду Если вы Ездите Аккуратно То это Ваш Случай Минус Огромный Шипов Про которые Все почему-то Забывают Шипы Очень плохо Ведут себя На открытом Сухом асфальте Особенно При плюсовых Температурах Металл Из которого Сделан шип Он поднимает Часть протектора И получается Задействовано В контакте С дорожным Покрытием Уже Меньшая часть Протектора Чем у липучки И чем У летней шины Соответственно И поэтому Если вы ездите На шипах На хороших Тем более Шипах Которые еще есть По сухому асфальту Будьте аккуратны Когда придется Резко затормозить Вы можете попасть В просак Просто-напросто Липучка неплоха Сама по себе Но На голом Льду При температуре Близких к нулю Она В два с половиной Раза Проигрывает Шипам Как я уже говорил Что стоит Учитывать Когда вы едете По льду Но Опять же Когда становится Холоднее Мы возвращаем Все с дивидендами При минус 30 Допустим Липучка уже Обыгрывает шипы По всем позициям Просто И вы снова На коне Так Начнем Начнем конечно же С того Какую резину Выбирать Шипованную Или не шипованную Потому что вопрос Когда менять Сильно зависит от этого Там тоже много Под вопросов Но вот Допустим Шипованная резина Чем она отличается От не шипованной Само собой Шипы Многие думают Что только шипами Они отличаются Но на самом деле Для того чтобы Вставить шип Вокруг шипа Протектор сделан Из более твердой Резины Чем липучки Поэтому резина Резина более твердая И часть Все таки Протектора Занимает Сам шип Не стоит Со щитов Сбрасывать То что Шипы Сами достаточно Много Весят И это Накидывает Какую-то Массу На покрышку Из-за этого Она будет Более тяжелая Сами шипы В отличие От общего Мнения Которое Бытует Что шип Там вгрызается В поверхность Там туда-сюда Он не вгрызается В поверхность Это Спортивные шипы Ролистов Они вгрызаются В поверхность Как раз Там совсем Другие покрышки И их мы не будем Трогать Здесь Шип Должен Сам шип Просто Прорубить Тонкую Пленку воды На льду То есть Шипы На самом деле Работают Их основная Работа Это работа На льду Поэтому Когда сейчас Я буду рассказывать Чем они отличаются Речь идет Именно Про лед Ледяную поверхность Сильно укатанный Снег Там Это Зона шипов Они созданы Для этого И там Больше всего Они отличаются От Обычной Липучки Если присмотреться То Шип Немножко Выступает Над уровнем Протектора Так сделано Плюс Когда покрышка Прогибается Перед контактом С дорожным Полотном Шип Выступает Он От прогиба Поднимается И пробивает Тонкую Пленку Либо же Вот этот Лед Крошит Чтобы Протектор Мог зацепиться Лучше всего Это проявляется На льду При температуре Около Нуля Градусов Там Шипы Просто Короли Здесь Мало кто знает Но на самом деле Шипы При температуре Минус Один градус На Хорошо Укатанном Снеге Или льду Обходят Липучку По торможению В два с половиной Три раза Это Баснословно Просто Здесь они Короли Но это В теории Где вы Последний раз Видели Чистый лед Обычно Мы едем На работу Утром Где-то Асфальт А где-то Немножко Льда Ну там Сам бог Велел Притормозить Аккуратно Проехать Этот участок Для примера Я взял Три Шипованные Покрышки Для того Чтобы посмотреть Как у них Шипами Дела обстоят Покрышки Не новые У всех Шипов Есть склонность К вылетанию Чем лучше Покрышки Тем меньше Шипов Из них Вылетает Ну примерно Так получается Вот начнем С этого Это более-менее Хорошее колесо Оно стояло На передней оси Шипов Потеряно Мало Шипы Более-менее Ровны Дальше Что ждет нас Если на Ведущей оси Мощного автомобиля Шипы Загибаются Шип Выворачивает Может При пробуксовке Шипы Очень боятся Пробуксовки Их может Просто Выдергивать Как Гвоздодер Из покрышки Там останется Пустое место Соответственно Она уже не будет Работать Как шипованная Покрышка Но она и не будет Работать Как липучка Просто будет Неплохая Зимняя резина Дальше Вот Что будет Когда совсем Шипов не будет Часть шипов Просто Стирается Сердечник Вылетает Остается Вот такой Алюминиевый Гвоздик Часть Вообще Нету В эти места Часто попадают Камушки И очень часто В этих местах Образуются Протечки воздуха Там Микротрещины Либо просто камешек Пробивает Потому что Здесь Резина намного Тоньше Чем На основном Протекторе В местах Установки Шипов Сделано так Что Вот на этой резине Хорошо видно Что нету Ламелей И резина Более твердая Чтобы удерживать Шип Более жесткая Резина Хуже работает При низких Температурах Поэтому Шипованные Прокрышки Начинают Проигрывать От Минус Пятнадцати Уже даже На льду Хорошей Липучки Выбирая Шипованную Резину Будьте готовы Что все таки Они начнут Вылетать Будьте аккуратны На асфальте Когда буксуете Старайтесь Не пробуксовывать Особенно На сухом асфальте Потому что Шипы летят На ура Один мой знакомый Рассказывал историю Как он заезжал В гараж Просто Ворота гаража Были сделаны Из уголка Металлического Колесо По нему Ну Он газанул Лишнего Пытаясь заехать И просто Потом вышел И собрал шипы Потом подумал Зачем он их собрал И похоронил Где-то Поэтому Имея шипы На своих покрышках Относитесь К ним С уважением Ну Достаточно Шипованных Теперь о липучке Это гораздо интереснее Потому что Все таки У владельцев Липучек Ну По статистике Меньше чем У владельцев Шипованных Шим Вот взял Старую липучку Она у меня Стояла Еще с Японии Новая Ну Новая С виду Ничем Не примечательна А вот В старую Можно посмотреть Из чего Она состоит Вот К примеру Это Йокогама ИГ-20 Очень Плохо Зарекомендовавшая На тестах Одного Из журналов Но Очень Хорошо Зарекомендовавшая Себя В жизни Держак У нее Замечательный Протектор Очень Мягкий Весь Поэтому Она Держит Хорошо Очень Хорошо Держит И даже Неплохо Держит На льду Но все Таки По результатам Тестов Рекомендую Вам Если Вы На льду При температуре Близкой К нулю Держаться Подальше От зада Впереди Едущего Автомобиля Вдруг Вдруг У нее Шикарные Тормоза И Неплохая Резина Липучка Я гонял Круглый Год Поэтому Есть О чем Рассказать Здесь Под Слоем Очень Мягкой Резины Есть Слой Другой Резины Непонятный Мне Но Она Почему Держит Еще Лучше Чем Мягкая Резина На Самом Протекторе То есть При Уменьшении Глубины Протектор Я Особо Снижение Эксплуатационных Качеств Резины Не почувствовал Что Интересно Для тех Кто Ездит На ней Когда Вы Ездите На Липучке У вас Очень Большое Искушение Ездить На ней До Талого То есть Все Лето Здесь Надо Быть Аккуратно Во-первых Резина Очень Мягкая Машина При Этому Не Очень Четко Рулится И Из-за Того Что Резина Мягкая Не Только Протектор Но И Боковинка Мягкая У Нее Очень Большая Склонность К Пробою Особенно Летом При Высоких Температурах Когда Резина Становится Еще Мягче Вот Здесь Был Пробой К примеру Очень Много Грыж На Них Но Пробоев Здесь Много Из-за Того Что Я Гонял На Ней Летом Не Жалея Ее Особо Как На Летней Резине При Этом Если Вы Попали В Такую Же Ситуацию Рекомендую Вам Ведить За Давлением И Поддерживать Его Чуть Выше Рекомендованного Чтобы Повысить Склонность Резины К Пробою При Большем Давлении Соответственно Склонность Пробоя Меньше Но Желательно Как Держит Поверхность Если Лед Вы Чувствуете Что Вас Начинает Сносить Потихоньку И Сбрасываете Скорость Если Хорошо Держит Вы Можете Ехать Быстрее На Шипах Такого Нет На Шипах Вы Достаточно Долго Чувствуете себя Комфортно А потом Резко Наступает Ну Капец Просто И Вы Как Сноситесь Если Вы Неуверенный Водитель То Вы Рискуете Улететь Сугроб В этом Случае На Липучках Если Вы Чувствуете Машину Ехать Проще Приятней И Адекватней Не Так Быстро Но Гораздо Приятнее Из-за Того Что Липучки Более Мягкие Они Быстрее Изнашиваются Чем Шипованные Покрышки Но При Этом Они Стоят Меньше Поэтому Разность В Износе Компенсируется Разностью В Цене Это Большой Плюс Липучки К примеру Недавно Я смотрел Резину На Ниву Там Одна Стоила 3.700 Липучка А шипованная 4.700 Модель Была Одна И Та же По-моему EG55 То есть Тысячу Рублей За Шипы И Так Сказано Много Что В итоге Подытожить Как-то Надо Это Все Делать Если Вы Опытный Водитель Неплохо Чувствуете Машину И Адекватно Ведете Себя За Рулем Покупаете Липучки Вы Не Пожалеете Вы Сможете Себе Позволить Переобуться Осенью Пораньше А весной Попозже Потому что И осенью И весной Есть опасность Заморозков Неожиданных Когда с утра Вдруг Погода Изменится И Многие Будут Стоять Осенью Соответственно Те Кто Пожалел Переобуться Пораньше А весной Те Кто Поспешил И Переобулся Дабы Не портить Свои Любимые Шипы Но Вы Знаете Что Машина Создана Для того Чтобы На ней Ездить А не Чтобы Экономить Шипы Также Рекомендую Посмотреть На Липучки Если У вас Достаточно Мощная Машина Потому что Вы Сможете Получать Удовольствие От Вождения Мощной Машины Может Быть Не так Быстро Входить В повороты На льду Кое Какие Все Моменты Потеряете Зато Удовольств Будет Больше Ну А Шипы Что Шипы Если У вас Достаточно Слабая Машина Ну Там 100 120 130 Лошадей Вы Можете Позволить Себе Не Гарцевать По Асфальту Если Есть Возможность Выждать Период Вот Этот День Жестяльчика Где-то Там Отсидеться То Смело Покупайте Шипы Они Будут Ходить Дольше Они Будут Держать На Льду Лучше Но Смотрите Не буксуйте Не теряйте Шипы Чтобы Эксплуатационные Характеристики Как Можно Дольше Оставались Такими Же Как Были Вначале Потому Что Теряя Шипы Вы Теряете Превосходство Над Липучками А Ребята На Липучках Они Не теряют Превосходство И Они Подождут Пока У вас Кончат Шипы И Начнут В этот Момент Доминировать Вопрос О смене Резины Решается Так Если Вы Выбрали Липучку Ставьте Как Можно Раньше И Катайте Как Можно Дольше Если Вы Выбрали Шипы То Желательно Тоже Ставить Как Можно Раньше Но Не Горцевать После Этого До Появления Четкого Снежного Покрова Поберегите Шипы Чтобы К моменту Когда Появится Снег У вас Остался Еще Хоть Небольшой Запас Шипов На Резине Если Есть Возможность День Жестянщика Лучше Переждать Где Нибудь В Засаде Все Таки Если У вас Есть Шипы Это Не Значит Что Они Есть У Всех Будет Очень Много Людей Просто На Летней Резине С Которыми Вы Можете Встретиться Своим Задом Что С Покупкой Резины Получается Вы Заходите В Интернет Магазин Там Такой Выбор Просто Зимний Шин Нереально Вы Теряетесь В догадках Ну В общем Сразу Говорю Не теряйтесь Идите Дальше По Параметам То Что Вам Надо Вы Определились С Резиной Сразу Не Определяйтесь Шипы Или Липучка Если У вас Интересный Размер Допустим Как У меня Вот Эти На BMW 225 Или 55 Там Просто Выбора Нету Замещение Это Вообще Больная Тема У меня Я Очень Люблю Вот Выбирайте Импортных Производителей Не берите Китайские Шины Желательно Не берите Тайваньские Еще Более Менее Если Есть Берите Японское Производство Шин Либо Немецкое Либо Финское Но Это Вы Сейчас Навряд Ли Найдете Большинство Заводов Несмотря На То Что Вы Будете Смотреть И Марку Допустим Мишлен Пирелли Якогама Та же Самая Думать Что О Мишлен Англия Америка Нифига Россия Уже Все Прошли Те Времена И Все Так Если Есть Возможности Вы Найдете Берите Какую Ни Хорошую Импортную Резину По Своим Ощущениям Скажу Что К примеру После Японских У меня Были Корейские Кумха Слабовато Они Не Дотягивают Машину Стало Тянуть В Одну Сторон Несмотря На То Что Резина Была Хорошо Отбалансирована Ровная Не Била Ничего Такого Не Было Заменил Ее На Другую На Нокию Машина Поехала Ровно То Проблема Была В Резине Как Не Знаю Но Она Была В Ней Покрышки До Сих Пор Ездят Но Уже На Задней Оси И Держак У них Кстати Был Слабее То Есть В Результате Никакого Выбора Может И Не Быть Вы Просто Найдете Одну Две Три Модели Резины Которые Вам Подойдут И Просто Из них Выберете По Цене Или По Производителю Опять же Отдавая Предпочтение Каким Нибудь Странам Типа Германии Или Японии Или Наличию Данной Резины В Магазине По Соседству Ну В общем Там Когда Конкретно Этим Вопросом Озадачитесь У вас Появятся Новые Вводные И Выбор Станет Проще Не Теряйтесь Сразу Подходите Поэтапно К этому Вопросу Вот Вроде Все Оставляйте Комментарии Что-то Я Может Недорассказал О чем-то Забыл Прочитаем Об этом В комментариях Подписывайтесь На канал Не Забывайте Если Понравилось Ставьте Лайк Если Не Понравилось Ставьте Дизлайк Не Страшно У каждого Должно Быть Сравнение Ну И Все Пока До Новых Видео